Макроэкономические прогнозы правительства на 2018 год снова оказались невыполнены. Несмотря на резкий рост цен на нефть, превышавшие 80 долларов за баррель в конце года, ни один из трех ключевых микропараметров не вписался в цели, заложенные властями. Такова оценка счетной палаты, которую представил Алексей Леонидович Кудрин. Изначально, еще в сентябре 2017 года, Минэкономразвитие прогнозировало ускорение экономического роста до 2,1%. Осенью 2018 года цель снизили до 1,8%, но ее не достигли. ВВП прибавило лишь 1,5%, а по сравнению с 2017 годом даже замедлился. Тогда рост оценили в 1,7%. Инфляция превысила официальный прогноз почти вдвое. Еще в октябре министерство закладывало ее на уровне 2,7%, но резкий рост цен на продукты в конце года, почти 20% падение рубля и подготовка ритейлеров к повышению НДС взвинтили итоговый показатель до 4,2%. Перелом тренда на падение уровня жизни тоже остался только в мечтах. Согласно прогнозу МЭР, годичной давности реальные располагаемые доходы населения, падавшие 4 года подряд, должны были выйти в плюс на 2,3%. В октябре 2018 планку подняли до 3,4%. Но итог оказался плачевным. К концу ноября доходы снова начали снижаться на 0,1% за 11 месяцев. А по итогам года рост, если и будет, то не превысит 0,4%. Правительству пока придется начинать с низкого старта, дипломатично пишет господин Кудрин. Но на деле низкий старт продолжается уже больше 10 лет. С 2008 года российская экономика выросла на 7%, тогда как мировая на 40%. Об этом говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. В 2019 году придут только новые трудности. Повышение НДС равносильно изъятию 600 миллиардов рублей из кармана потребителей, которым придется затянуть пояса еще на 1 и более процента. А пенсионная реформа лишит выплат 2 миллионов человек, отрезав 0,3% от реальных доходов населения. Таковы аналитические данные Райфайзенбанка. Сэкономленные средства правительство намерено направить на национальные проекты, благодаря которым, как считает Минэкономразвитие, рост экономики ускорится до среднемировых темпов и превысит 3%, начиная с 2021 года. Но анонсированный инвестиционный прорыв не содержит ничего нового. В 2013-2018 годах правительство уже потратило 75 миллиардов долларов на различные инфраструктурные стройки. Экономический рост оказался близким к нулю. А суммарный объем инвестиций вообще упал на 1% относительно уровня десятилетней давности. Проблема еще и в том, как расходуются деньги. Доля вложений в машины и оборудование за 5 лет снизилась с 38 до 32%. А развитие собственных технологий, объекта интеллектуальной собственности, составило только 3%. В чудесный экономический прорыв, расписанный Минэкономразвитие на ближайшие 6 лет, не верит ни один из 25 профессиональных экономистов-прогнозистов, принявших участие в октябрьском опросе Высшей школы экономики. Консенсус-прогноз экспертов сулит России продолжение стагнации с темпами роста не выше 1,4-1,8%. Из международных организаций едва ли не самый оптимистичный прогноз по России на 2019 год дает Международный валютный фонд, ожидающий 1,8% роста против 1,3% в базовом сценарии Минэкономразвития. Но даже если этот прогноз сбудется, по скорости развития экономики Россия займет 153 место в мире. Мировая экономика, как считает фонд, продолжит расти вдвое быстро российской на 3,6%. Вот такой холодный душ пролился на горячие головы энтузиастов из Минэкономразвития и Счетной палаты Российской Федерации. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.